Кто главный загрязнитель воздуха? Крупные предприятия, автомобили или городская пыль? Эксперты, приглашенные на комиссию по безопасности жизнедеятельности и экологии, выдвигали свои версии. Так, представитель заповедника Столбы рассказал, что они ведут свои замеры десятилетиями и потому видят реальную картину. Сейчас земли заповедника загрязнены нитратами, хлоридами, стронцем, свинцом и другими элементами. Это, говорят специалисты, результат выбросов крупных заводов и котельных. Еще один фактор, который негативно влияет на экосистему – точечная застройка набережной Енисея. Мы видим, что роза ветров очень благополучная для территории заповедника, для лесных экосистем. С юго-восточной начинает меняться на северную, северную, с западную, северную и восточную ветра. Поэтому, конечно, ситуация сейчас очень сложная. Леса ослабевают, кедровники у нас не плодоносят очень много лет уже, про черничники мы говорить тоже не будем. По мнению представителей Росприроднадзора, не так сильно влияют на экологию крупные предприятия, как небольшие асфальтобетонные заводы. У них и трубы ниже во много раз, и действия экологического законодательства на них, как оказалось, не распространяются. Они относятся к третьему и четвертому классам опасности. В соответствии с методическим пособием по расчету нормирования контроля выбросов предусмотрено, что мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ разрабатываются только для предприятий первой и второй категории. То есть вот эти предприятия могут не иметь вообще этих мероприятий, и никто их не может заставить каким-то образом снижать выбросы в периоды НМУ. Еще одну версию выдвинул Росгидромет. Кстати, руководитель ведомства отметил, что сама формулировка «режим черного неба» некорректная и не отражает действительность. И вообще Красноярск – город с исторически высоким уровнем загрязнения воздуха. Относительно благополучным в этом отношении был 2013 год. А вот в нынешнем ситуация резко ухудшилась. Но это не потому, что выбросов стало больше, заявил Владимир Еремин, а потому что природные условия для их рассеивания стали хуже. Та циркуляция, она, так сказать, существует вне зависимости от нашего, так сказать, сознания и, так сказать, подчиняется законам физики, законам природы. И вот 2015 год характеризовался особенностями циркуляции атмосферы, когда у нас преобладали, значит, северо-восточные направления ветров. И большое количество было антициклонических образований, которые способствовали накопительным вот этим процессам. Звучали и предложения, как же исправить ситуацию. Например, запретить в городе установку дополнительных источников тепла и обязать новые компании производства подключаться к городским сетям. Еще одной важной силой могут стать общественники. Депутаты предложили обратиться к опыту других городов. Это экологические общественные организации, которые имеют право без согласования с прокуратурой, без, так сказать, серьезных регламентов просто обнаруживать источники загрязнения. А для этого первое, что делается, приобретены, допустим, квадрокоптеры, которые видят, первое, допустим, где идет задымление, это решается проблема и пожарной безопасности, в первую очередь, и второе, то, что где идут источники выброса. Большие надежды на передвижные эколаборатории. Сейчас они не работают в полную силу, говорят специалисты. Идет замер по общим показателям. А для того, чтобы выяснить, кто портит воздух, нужен расчет по специфическим компонентам. Новую аккредитацию для лаборатории обещают получить к июлю следующего года. Также городу необходимы посты экологического мониторинга. Пока планируется создавать по одному в год, но этого крайне недостаточно, уверены депутаты. В городе Красноярске должна быть вменяемая эффективная система мониторинга окружающей среды. И если для этого нужно 80 миллионов рублей, это не такие большие деньги для краевого бюджета. Он все-таки не в миллионах рублей меряется, он все-таки в миллиардах измеряется. Поэтому эти деньги нужно найти. Теперь депутаты намерены обратиться в администрацию города, законательное собрание края и губернатору, чтобы они тоже подключились к решению вопросов экологии Красноярска. Анна Московских, Андрей Крупнов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова